Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. 22 июня делегация Одинцовского округа приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в рамках эстафеты «Салют Победы». Одинцовские жители отправились в город-герой Брест, и сегодня они в нашей студии. Здравствуйте, Ревас Ревазович, здравствуйте, Юрий, Людмила, очень рады вас видеть в нашей студии. Людмила, расскажите более подробно об этой поездке. Отправились в поездку в рамках эстафеты «Салют Победы». Этот проект на Одинцовской земле уже живет 6 лет. Инициатором этого проекта выступил 6 лет назад глава Одинцовского городского округа Андрей Робертович Иванов. И, собственно говоря, все мероприятия, которые проводятся в течение года, посвящены определенному какому-то историческому объекту, городу, городу-герою. Вот в этом году, в рамках 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, делегация Одинцовского городского округа, приняла активное участие в торжественных мероприятиях, отправившись вот в такую вот значимую, нужную, важную поездку. У нас сегодня находится в нашей студии Юрий Матвиенко, который отправился не в составе делегации, а самостоятельно и преодолел весь путь на велосипеде. Юрий, расскажите, как родилась идея? Не только на велосипеде. Я еще и привез частичку Вечного огня от мемориала славы в городе Звенигород и до Брестской крепости. Эта идея родилась у меня еще в 2017 году, когда я решил в свой проект, организовать «Наша победа». Помню, горжусь. Я тогда начал совершать велопробеги, посвященные Дню Победы. И первым городом, который я отправился к 9 мая, был город Герой Брест, Брестская крепость. И тогда же я подумал о том, что 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Брестской крепости проводятся торжественные мероприятия, посвященные той скорбной дате. И я подумал о том, что тоже хочу участвовать в этих мероприятиях. В этом году возместилитие этой даты. И я решил все-таки доехать еще раз до Брестской крепости на велосипеде и привезти частичку Вечного огня. Сложно ли было в пути? Кто вам помогал? Где были остановки? Потому что все-таки расстояние немаленькое. Ну, этот велопробег был очень сложный. И, наверное, потому что он был очень ответственный. Я придумал фонарь, внутри которого могла помещаться эта частичка Вечного огня. Этот фонарь мне помог сделать мастер работы с металлом Константин, тоже житель Одинцова. Мы вместе с ним... Основную часть этого фонаря сделал он. Я немножко его доработал. И вот внутри помещался газовый баллон обыкновенный, и на нем стояла горелка. И вот я рассчитал, что этого газового баллона хватило на три дня и несколько часов. То есть я с собой вез еще дополнительно три баллона этого газа, чтобы менял. При замене газового баллона я переносил огонек на обыкновенную свечку. Это было вечером. Вот. Вечернее время. Сколько дней длился пробег? Пробег длился с 16 июня и 21 июня. Ровно в час ночи я прибыл в Брестскую крепость. То есть пять дней вам потребовалось, чтобы доехать из Венигорода в Брест. Какие чувства, эмоции вы испытали, когда около Брестской крепости встретили делегацию Одинцовского округа? Вы видели родной флаг, герб, родные лица? Так, конечно, это было очень такое необычное чувство, потому что я ехал абсолютно один. Это был как бы, ну... Такой сюрприз. Да, и мысли были, да. Вот у меня была конкретная цель, когда я приехал в Брест и увидел над множеством людей, которые собрались на это мероприятие, плывущий флаг Одинцова. Конечно, я вначале не поверил в Славислам. Думал, ну... Может быть, показалось, да, просто пять-пять-пять дней в пути был тяжел. У нас, кстати, сегодня в студии находится человек, который вез флаг Одинцовского округа. Реваз Ревазович, расскажите об этом. Вообще, как это, нести флаг родного муниципалитета, родной территории? С гордостью. С большой гордостью этот флаг. И, кроме этого, я чему обрадовался? Потому что многие люди, очень многие люди, формы, без формы, подходили и спрашивали. И сразу же не то, что спрашивали, говорили, вы с Одинцовского округа? Мы с радостью, с гордостью отвечали, да. И мне, что, в первую очередь, понравилось, что они, увидев этот флаг, они узнали этот флаг. Они пришли на этот флаг, спросили. Такое ощущение, когда в приводе приехал в другую страну, совершенно другой город, а как будто к себе домой. Да, было такое ощущение. Да, и в формах, и без формах, и с Одинцовского округа. И я за Индесу и спросил, а вы откуда знаете Одинцовские округи? У кого-то родители жили, кто-то воевал здесь, кто-то, не знаю, откуда-то узнал. Мне было очень приятно. Не только мне, а всем было очень приятно. Так что с гордостью мы несли этот флаг. У вас был, безусловно, еще ряд миссий, которые вы должны были выполнить в Бресте, передать подарки от Героя России, Ларисы Евгеньевны Лазутиной. Да, и от главы Одинцовского округа. Андрея Рубитовича Иванова. Да, мы передавали подарки, самые теплые пожелания, всего самого хорошего, в том числе главному человеку, который нас встретил в городе Героя Бресте и в крепости, в Брестской крепости, это директор мемориала Басюк Григорий Григорьевич. Вот ему были переданы подарки от главы и от Лазутиной Ларисы Евгеньевны. Вы даже смогли провести там митинг. Мы даже смогли провести там митинг. Вы не просто приехали и присутствовали на это мероприятие, вы действительно стали его частью. Ее частью стали, во-первых. Во-вторых, с нами были и врачи наши, врачи, и культура была, культура, которая устроила там концерт, и многие люди с уважением отнеслись к этому. Ну, мы знаем, как относятся вообще к эстафете «Салют Победы» за пределами нашего округа, как вас всегда встречают в городах Героев. И, конечно же, наверное, в Бресте это была ожидаемая поездка, потому что вы там были не первый раз. Да, я что хочу сказать, не первый раз было. Во-вторых, мы были с таким организатором, с Татьяной Викторовной Денцовой, что ее везде знают, с уважением относятся. И как мы туда приезжали, все так же спрашивали, кто нас встречался. А где Татьяна Викторовна? Где? Где? Вот прямо искали ее. Да, она была нашим флагманом. Да, с большим уважением нас встречали, и все было просто... Памятные мероприятия начинаются рано утром. Памятные мероприятия начинались с 21 июня. И 21 июня город был полностью как 80 лет назад. То есть абсолютно предвоенный город. Ты окунаешься в эту атмосферу и чувствуешь себя, ну, как бы это ни звучало страшно и странно, действительно, как будто бы накануне всех этих страшных событий. Это было 21 июня. Ночью, в половине четвертого с 21 на 22 июня, мы принимали участие в митинге реквиеми. После этого митинга, как и положено, были опущены венки на берег реки, в реку Бук. И дальше шла такая театрализованная постановка, всего того, что, в принципе, было 80 лет назад. И когда ты находишься там, ты видишь это собственными глазами, ты ощущаешь звук, ты чувствуешь запах. Страшно было? Это страшно, знаете, не то слово страшно. А ты тут же понимаешь, насколько это важно. И насколько это нужно знать и помнить каждому, абсолютно каждому. Мы будем помнить это всегда, будут помнить наши дети, наши внуки абсолютно. Это абсолютно свято. Это то, что должно быть свято всегда. Как Вы считаете, стоит ли детям хотя бы раз в своей жизни побывать в Бресте в ночь с 21 на 22 июня и принять участие в таких памятных мероприятиях? Потому что, безусловно, и в нашей стране, и в нашем городе, конечно же, и проходит акция «Свеча памяти». Но, наверное, тот размах и те чувства и эмоции, когда ты находишься непосредственно в том месте, где всё началось. Да. Вы знаете, у нас был такой очень плотный тайминг. То есть у нас не было ни секунды, ни минуты свободного времени. И не было ни капли усталости. То есть никто из делегаций не вздохнул и не сказал, я хотел бы присесть и отдохнуть. И вот, отвечая на вопрос про то, нужно ли это показывать детям, для них это и нужно делать. Вот именно для них. Потому что об этом не расскажут в полной мере фильмы. Об этом не расскажут в учебниках. Об этом не скажут учителю в течение 45 минут на уроке истории. Это нужно прикасать. Ну вот как раз то, о чем говорится всегда Татьяна Викторовна Одинцова, и то, ради чего когда-то 6 лет назад создал патриотическую эстафету «Солюта Победы» глава округа, это сохранение памяти. Именно для этого проводятся все эти мероприятия. Юрий, что случилось с окнём? Вы его привезли в Брест, доставили в целости и сохранности. Что было дальше? Я его привёз, но никаких таких каких-то мероприятий по передаче огня не было запланировано. Я от этого огня зажёг свечку, которую я вёз. Специально небольшая такая свеча. Специально для неё делал подставочку для этой свечки в виде пятиконечной звезды, и просто поставил её возле Вечного огня Брестской крепости в окружении венков, цветов, которые возлагали, вот как раз и делегация возлагала цветы, венки к Вечному огню. И я там рядом поставил эту свечу, перенёс огонь. И я далёс, главное было выполнено. Цель выполнена, огонь из Звенигорода в целости и сохранности. Да, приехал, и, нужно сказать, воссоединился с тем огнём, который горит в Брестской крепости. Вы всегда в одиночестве совершаете все ваши велопробеги. Да, наверное, такие велопробеги. А не хотелось никогда расширить масштаб, может быть, действительно собрать команду? Я скажу так, это, наверное, как и в разведку, не каждого возьмёшь. Потому что приходится преодолевать, и не только большие расстояния, приходится преодолевать и погодные условия. И встречный ветер постоянный на протяжении недели, когда ты не знаешь, ты едешь или стоишь на месте, потому что он с такой силой дует, что в этом году, когда я ехал к 9 мая в Новороссийск, в Тульской области, меня накрыл снег, был очень сильный снегопад, и под этим, хотя я не был готов к этому, но, в принципе, преодолел и поехал дальше. То есть бывает, и когда я в этот раз вёз вечный огонь, ведь передача «Вечного огня» была 15 июня в городе Звенигород. И я выехал, уже всё с огнём, после мероприятия, проехал 63 километра от Звенигорода в сторону Верии, и у меня сломалось крепление багажника на велосипеде. То есть, ну, это такое место, которое, ну, очень важно. Велосипеде на багажнике всё своё имущество везу. Вот. И когда сломалось, практически продолжать дальше уже было невозможно. Уже были мысли, ну, не то чтобы прекратить, да, но я не смог, потому что на мероприятии я пообещал всем присутствием, что я довезу этот огонь, я поклоняюсь могилам героев, передам им святые слова, что мы вас помним, мы вас чтим, мы гордимся вами. Вот. И я тогда принял решение вернуться домой, вот, поменять велосипед. У меня их несколько. Всю ночь готовил следующий велосипед, который у меня, ну, всё переносил, настраивал, менял. И 16 утром уже из дома стартовал вместе с огнём, немного на другом велосипеде. И за первый день пришлось догонять тот график, который я из-за этой поломки... Ну, всё, всё получилось. Ну, извините, огонь был доставлен, да? Да, огонь был доставлен. И самое главное, что вы не отступили. Самое как раз вовремя, да. Я... Ну, такие вещи в походах, они, в принципе, закаляют. Они показывают, кто ты, вот, твоё место в этом мире, да, как ты себя преподносишь, тебя дорога испытывает очень много. Я уже больше 10 лет занимаюсь велотуризмом. Вот, вначале ездил просто по интересным, достопримечательным местам нашей Родины. А вот с 17-го года стал вот именно наш... То есть захотелось, чтобы все эти велопробеги имели патриотическое значение. И я хочу посетить все города-герои, вот, все места воевой славы. Вот, и, ну, то есть привести туда символ победы, вот, красное знамя победы. Не только Юрия вы встретили в Бресте, были и другие известные жители Одинцовского округа, которые тоже, ну, так получилось, оказались в этот день там. Мы встретили наших земляков. Нам было очень приятно, радостно, несмотря на то, что у нас с благодарностью, с достоинством, с уважением принимала белорусская земля. И вдруг мы встречаем наших земляков, это Герой России Вадим Иванович Паньков и Головашкин Александр Николаевич. Вообще, вот что чувствовали, когда вот и Юрия, да, и Александра встретили там, когда ты видишь, ну, не просто заинтересованность именно белорусских жителей к вашему городу, да, к нашей стране, ну, когда ты видишь своих земляков, чувствуешь, что ты един в порыве, пусть разными путями вы все дошли, но вы оказались именно в то время и в том месте. Ну, как вам сказать, да, вот как мы с флагом, да, флаг держали в руках, и вот это все мы проходили, готовились к этому, можно сказать. И когда еще начался вот этот, можно сказать, даже как парад был, как парад. И когда еще увидели своих земляков, особенно Юрий, когда приехал на велосипеде, мы так все обрадовались, сразу все фоткались. Даже в таком восторге были, даже не знали, словами не смогли поменяться, не смогли то слово найти, что было внутреннее. Это как в семье, такой большой, да? Да, и так получилось, как будто вот мы встретили нашу семью, нашу семью, которую не видели лет 20. Окончилась война, все закончилось, и вот мы встретили друг друга. Лично у меня, как будто я сам воевал, и с флагом, как кантар, я стою. И на душе такое было, я даже не знал, что ощущать, как будто я в то время, в то время нахожусь при войне. Вот это все как-то в голове кружилось, как будто вот здесь война сейчас была, вот здесь стреляли, вот мы выиграли войну, и вот всех на нашу семью собрали. И такое было ощущение. Даже вот, не знаю, как бы сказали, вот молодые должны туда ходить, дети. Наоборот, вот это патриотизм. Я очень благодарен и Андрею Робертовичу Иванову, благодарен всей администрации, что вот такой патриотизм они развивают. И плюс к этому, вот наоборот, надо вот с детьми заниматься, с детьми, и возить их туда, чтобы они видели, чтобы они ощущали вот это все. Рассказы – это рассказы. А когда туда вступаешь, то ощущение такое. Вот где должны проходить уроки истории. Когда тема проходит Великой Отечественной войны. Во-вторых, я вот, Юрий, что хочу сказать, если вы, вот, когда школа в сентябре, школа будет, если вы будете приходить в школу и рассказывать, что вы там видели, как вы на велосипеде доехали, как вы везли вот этот вечный огонь. Это на самом деле, это просто что-то нереальное. И для детей это такой пример стойкости, мужества. Человеку, который в мирное время, да, хочет отдать память своим предкам, которые защитили Родину, да, есть порыв, и это, конечно, дорогого стоит. И вот как раз-таки, да, о таких героях нужно рассказывать. И я не думаю, что в следующий раз так же мы с вами поедем. Я не скажу сейчас на велосипеде, но я по-любому, по-любому. А почему бы делегации, это же здорово, когда, например, одна делегация стартует и едет на поезде, кто-то едет на велосипеде, да, и кто-то добирается на машине, и все встречаются в одном месте и участвуют в одном мероприятии, это очень здорово. Это очень здорово. С каким чувством вы вернулись домой, Юрий? Чувство, очень, конечно, эмоциональный подъем, такое чувство. Трудно описать словами, но вот энергетика от этого чувства, да, место, скажем, ну, конечно, там погибло очень много людей, буквально каждый сантиметр полит кровью, да. Но все равно от того, что за эту землю сражались люди, не жалея своей жизни, и благодаря которым мы живем сейчас, и мы можем видеть это солнце, эти деревья, зеленую траву, голубое небо. И вот именно в таких местах ты ощущаешь огромный прилив жизненной энергии, желание продолжать делать что-то доброе, полезное, не только для тебя, для всех окружающих. Ты готов делиться вот этим вот положительными эмоциями, положительным зарядом с первым встречным. То есть, ну, огромное потрясающее чувство, вот, которое трудно описать словами, но в тебе все это бурлит, все это, ну, и выход, выход этой энергии только в положительных делах, да. То есть, вот какие-то вот эти вот эмоции именно толкают тебя к тому, чтобы продолжать это начатое дело. Вот, впереди еще не одна тысяча километров, я знаю. Вот, планы у меня серьезные. Я намерен, как и планирую, посетить все герои, все города-герои. В следующем году это город-герой Мурманск. Обалдеть! Сколько вы туда планируете добираться? Ну, это две тысячи километров, это строго на север, это тяжелые погодные условия, но это вызов себе, это вызов своим силам жизненным, и я... Ну, пока так, пока вот так вот. Людмила? Вообще, конечно, это удивительно, понимаете, вот в ночь с 21 на 22 июня, когда город Брест абсолютно не спит. Там не спал, ну, наверное, никакой житель, да? Не старый, не млад. Люди все вначале были, участвовали в театрализованных каких-то представлениях, мероприятиях, а потом все были в крепости. Одним из участников митинга о реквиме в Брестской крепости был член общественной палаты Одинцовского городского округа, это Крегжди Леонас Альфонсович. Он практически везде, в разных поездках, во всех делегациях сопровождает. Это участник, активный участник всех делегаций, всех патриотических мероприятий. И здесь, ну, можно сказать, это было такая особая... Ясно, что внимание именно к нему было особенным. Особая роль, да. Особое внимание было уделено этому человеку, уважаемому. Патриотическая эстафета «Салют Побед» продолжается. Следующий маршрут. Известен ли он уже? Пока нет. Но нужно сказать, вы знаете, интересный факт, то, что эстафета началась с города Героя Бреста. То есть шесть лет назад первый город, о котором мы заявили, о котором начали говорить, это был город Брест, и делегация Одинцовского городского округа отправилась именно в город Герой Брест, в Брестскую крепость. Вот. И буквально прошло шесть лет, и мы опять вновь там. И уже участниками тех памятных мероприятий мы являемся, а не просто смотрим, слушаем экскурсию. То есть это очень важно, конечно. Ну, мы будем с нетерпением ждать, конечно, когда Татьяна Викторовна Одинцова приоткроет завесу и расскажет о том, какой будет маршрут выбран в этом году. И, безусловно, в нем самое активное участие будут принимать все жители нашего округа, особенно те, кто хотят своими делами, своими проектами, своими интересными идеями еще более усилить, подчеркнуть значимость этих мероприятий, этих событий для наших детей, для нас всех. Да. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо вам за ваш интересный рассказ. Юрий, вам сил, конечно же, ровных дорог. Спасибо. И никаких аварий. Хороших погодных условий. И хороших погодных условий для достижения всех тех целей, которые вы перед собой поставили. Но Мурманск – это прям ого-го. Это, мне кажется, очень тяжело, очень ответственно. Но будем держать кулачки и болеть за вас. Это здорово, когда есть силы, есть желание. Все получится. Увидены, что все получится. Конечно, все получится и никак не может быть иначе. Никаких преград перед жителями Одинцовского округа нет. Вы это доказываете на своем примере. Спасибо вам. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.